Погружение фантастических существ под воду – это целая спецоперация, в которой задействовано несколько водолазных групп и сложная техника. Сначала при помощи крана скульптура погружается в море, затем при помощи понтона и ручной лебедки буксируется к месту установки. Здесь важно учитывать все – волнение на море, боковой ветер и течение. На месте спуска под воду уже работают водолазные группы. Место для установки фигуры уже подготовлено. Осталось только опустить нового жильца на постоянное место жительства. Такой монтаж – это трудоемкая процедура. На остановку одной скульптуры требуется не менее трех часов. Сложность небольшая была в том, что присутствовало течение, причем довольно сильное для Черного моря. Глубина была около 4 метров, снесло приблизительно под 45 градусов у нас стропу. А так, в принципе, сложностей больших особо не было. Нужно несколько водолазов, как минимум два, для того, чтобы один регулировал установку, второй находился на поверхности, принимал сигналы от первого, и второй, который находится на поверхности, уже подавал сигналы крановщику, то есть на кране, кто работает. На создание этой статуи ксеноморфы у мастера-анопчанина Андрея Острякова ушло полгода работы и более трех тысяч деталей. В длину 3 метра, вес почти 3 центнера. Собирали сначала изначальные детали, потом рождалась творческая мысль в течение нескольких месяцев с конструкцией, и в результате длительной работы получился вот такой замечательный фантастический герой. Это герой из фильма «Чужие». Он охраняет свое потомство, которое вылупляется из этих вот замечательных яиц. Все это мы делаем для того, чтобы туристы, которые приезжают со всех городов нашей великой родины в замечательный город Анапу, для того, чтобы они получили здесь, посмотрели наши интересные объекты, получили массу удовольствия и запомнили эти на всю свою жизнь. Как утверждают авторы проекта, такой инопланетный подводный парк – это абсолютный эксклюзив. В России подобный эксперимент проводится впервые, и, как признаются сами дайверы, люди, которые погружаются под воду и видят чужих впервые, получают неизгладимые впечатления. На глубине экспозиция выглядит очень реалистично. В планах организаторов – добавить скульптуры, установить криокапсулы и многое другое. Ведь подводная выставка уже стала одной из изюминок Анапы, на которую приезжают посмотреть люди со всей страны. Руслан Душевский, Анапа. Регион.